В Луганске продолжается противостояние между главарями местных группировок Игорем Плотницким и Игорем Корнетом. Об этом сообщает координатор группы информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. По его информации, в город вечером 21 ноября прибыло подразделение частной военной компании из России, которое за четыре дня до этого перебросили в Волчевск. Сейчас направили в Луганск для сдерживания конфликта между террористами. Также вечером через пограничный пункт пропуска Должанский с территории Российской Федерации вошла колонна, в которой насчитали несколько десятков Уралов и 20 БТРов с орудиями на прицепах. В эксклюзивном комментарии UATV координатор группы информационного сопротивления Юрий Карин назвал происходящее в Луганске криминальными разборками между группами боевиков. В Луганске, на первый взгляд, происходит конфликт между марионеточным главой ЛНР и таким же марионеточным главой МВД Корнетом, который инспирирован внешне. По факту это разборки между коррупционными крышами этих двух военных преступников. За ними стоят представители спецслужб Российской Федерации, которые, собственно, и курируют их деятельность. О переброске техники в Луганск, в частности, из Донецка, сообщали и в мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели также сообщили о подцеплении вооруженными людьми здания, где ранее было размещено Управление Министерства внутренних дел Украины в Луганской области. Также накануне вечером в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как большая колонна бронетехники заходит в город. В связи с ситуацией в оккупированном Луганске, президент Украины провел экстренное заседание военного кабинета Совета нацбезопасности и обороны. Как сообщили в администрации президента, Петр Порошенко заслушал доклад силовиков о незаконном пресечении украинской границы колонной российских танков и учащении случая провокации со стороны боевиков. Глава государства подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий на Донбассе. Сотрудники службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства причастности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко к государственной измене. Как сообщили в ведомстве, полученные материалы свидетельствуют, что экс-чиновник своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности государства. На основании собранных материалов главная военная прокуратура открыла еще одно уголовное производство. Государственные изменения Клименко грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Экс-министра доходов и сборов также подозревают в выведении из госбюджета 12 миллиардов долларов. СБУ объявила Клименко в розыск. По последним данным, он скрывается в Москве. Возвращение российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы подорвет принципы и ценности Совета Европы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, в четверг в Копенгагене состоится заседание Бюро ПАСИЕ, на котором будет рассмотрена целесообразность проведения дебатов о возвращении делегации России. В то же время дипломат заверил, украинская делегация встанет на защиту принципов и ценностей Совета Европы, которые будут подорваны в случае безусловного возвращения России в ПАСИЕ. Владимир Путин несет персональную ответственность за проведение хим-атак в Сирии. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науарт. Она отметила, что с Россией все очень сложно, но глава Кремля может повлиять на президента Сирии для предупреждения новых химических атак. Напомню, накануне американские и российские главы государств провели телефонные переговоры. Как заявили в Белом доме, президенты обсудили ситуацию на Донбассе, а также в Сирии, Иране и на Корейском полуострове. Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, а информацию о требовании правительства снять с повестки Дня ООН этот вопрос – лишь манипуляция медиа. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп. По его словам, рассмотрение этого вопроса было лишь отложено на неопределенное время. Он также призвал СМИ информировать общество объективно и не публиковать непроверенную информацию. Ранее в Кишиневе заявили, в ближайшем будущем будет представлен проект особого статуса Приднестровья в составе целостной Молдовы. Документ уже подготовлен, сейчас проходят консультации с гражданским обществом. Сервис заказа такси Uber скрыл факт хакерской атаки, которая затронула данные почти 60 миллионов пассажиров и водителей компании. Инцидент произошел в октябре прошлого года, но компания о взломе не сообщала. Вместо этого хакерам заплатили 100 тысяч долларов, чтобы удалить данные и сохранить все в тайне. При взломе были украдены имена, номера мобильных телефонов и почта, а также номера некоторых водительских удостоверений в США. Как утверждает руководство Uber, хакеры не успели воспользоваться полученной информацией. После того, как стало известно об атаке, глава службы безопасности компании Джо Салливан ушел с должности. 40 молодых людей из 22 стран, представители украинской диаспоры, а также активисты, проживающие в Украине, закончили стажировку в органах власти. Юноши и девушки побывали вместе с парламентариями в 10 избирательных округах страны, познакомились с работой СМИ и составили отчеты о своей работе. Презентацию видела Инесса Занина. Москвич Ярослав в совершенстве знает украинский язык, возглавляет украинский молодежный клуб. Вместе с ребятами из Польши, Бразилии, Литвы, Грузии и Украины побывал на Западной Украине. Там стали свидетелями перезахоронения воинов УПА, расстрелянных нацистами в 1942 году в Черткове. Впечатлениями обещает поделиться с российскими журналистами. Эти знания я понесу обязательно в Союз журналистов России, я член правления Московского городского отделения. Обязательно понесу эти знания, в том числе по поводу перезахоронения вот этих людей, которые были расстреляны немцами. В наш комитет я член комитета сохранения памяти героев самопожертвований. Акция «Украинская политика и СМИ глазами молодежи» объединила 40 молодых людей из украинской диаспоры, которые стремятся узнать о работе госструктур и жизни обычных людей в Украине. Об увиденном хотят рассказать соотечественникам, чтобы развенчать мифы, создаваемые российской пропагандой. Мы живем в условиях российской агрессии. Она имеет много составляющих, в том числе гибридную войну, которая несет много лжи о стране в мир. Именно эти молодые люди – проводники правды о нашей стране. Интернациональная команда из Италии, Финляндии, Польши и Украины побывала на Донбассе. В прифронтовой Волновахии их поразила толерантность местных жителей, а также уровень образования. После поездки созрели идеи совместных проектов. Ульяна и Дмитрий из Италии хотят создать просветительские культурные центры в Италии, которые напрямую будут контактировать с центрами Волновахия, чтобы рассказывать о событиях, которые происходят в зоне проведения антитеррористической операции. Подобная стажировка проходит впервые, но, обещают организаторы, в следующем году продолжат такую работу. Думаем сейчас с Министерством молодежи и спорта совместно с Мировым конгрессом молодежных организаций, как работать дальше. Я думаю, это только начало. Такой тип стажировки с такой тематикой, наверное, будет и в следующем году. Участники акции продолжат общаться и после окончания стажировки. Раз в месяц обещают проводить скайп-конференции для согласования совместных проектов и планов. Инесса Знанина, Евгений Сокун, ЮЭй ТВ. И песни со звездами. Известные украинские журналисты и телеведущие вместе с украинскими артистами спели «Ради спасения детей». Второй журналистский благотворительный концерт прошел в Киеве в Театре Аперетте. Участники вышли на сцену, чтобы помочь младенцам с врожденным пороком сердца. Благодаря акции собрали средства на медицинское оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Помочь детям и доставить удовольствие зрителям согласились народные артисты Украины, в частности Нина Матвиенко, Анатолий Гнатюк, Виталий Борисюк. В благотворительном концерте приняла участие и наша журналистка Ольга Михалюк. Все это ради красоты, той красоты, которую мы дарим детям, чтобы там, где в тех центрах медицинских, где лежат больные детки, у них все было красиво. Вокруг их окружало все достойное, новое, чтобы все работало. Опять возникла инициатива продолжения вот этого концерта. Те средства, которые соберем, мы направим на закупку, опять же, медицинского оборудования для нашего кардиоцентра. На этом пока что все. Следующий выпуск через два часа. Все выпуски можно найти на Фейсбуке и Ютьюбе. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова